На самом деле, вот если мы вернемся к мотивации, когда у человека была популяционной модели, они все, как бы, по фазе это переменно, они все, конечно, в ограниченной области. Да, да. Там первое собственное значение все играет, все равно. Именно вот так вот. Именно так, да. И именно там собака из-за рейда первым собственным значением. Соответственно, ведущее собственное значение определяет жизнь вот этого биосообщества. То есть, даже если право очень от замыкания, там, логистические, вот, у... Все равно, все равно вы будете ли они, Алеша, вы будете ли они видовывать, и все равно в первом шаге вы получите... А вторая вещь, конечно, вот, когда вот эти вот коэффициенты, они там во многих ситуациях, они зависят не от самого у, ну, а как бы от его нормы некоторые. Ну, что делать, надо просто переходить в бананковое пространство, и, ну, короче говоря, вот есть какая-то... Там же реализация и так просятся? Да, там есть бифоркация, там все, что не просто. Но все равно, Алексей, там вот, такой есть математик американский, Рабинович, ну, грубо говоря, он ехал, так, может быть, и все, и все с тобой. Вот он в 70-х годах навел в лес в ледейных и возединениях и неледейных задачах в зависимости от появления первого собственного значения. Я готов вам делать обзор, вот, работал в Рабиновичу и сам собираюсь в Рабиновичу поработать. Много чего интересного. Еще ряд других математиков очень интересных. Некоторые из них занимались проблемами ледерных реакторов, то есть там критическая масса. Это все на первом собственном значении висит. Вся эта идеология. Если локальный, так сказать, в окресте нуля, то, конечно, всегда это линеризуешь и смотришь, когда там ведет себя вот это самое ведущее... Ведущее собственное значение, конечно. Это, как бы, азы, что называется, теорию... Азы устойчивости. Но если вот мы будем это доказывать глобальные теоремы, а здесь что? А здесь какая-то типа функция Липунова, наверное, какая-то возникает, да? Ну, вы правильно же мыслите, но я в голове функцию Липунова не держал. Ну, а Липунова там нет? Да, 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 конечно. Вот что я делаю? Вот мой метод – это метод построения антибарьера. Антибарьер – это вот что такое. Это положительный... Антибарьером называется функция, зависящая только от радиуса, больше ни от чего. И она пусть положительная, ну, в районе или в области какой-то, так? И она удовлетворяет уравнению, как оно называется, суперпараболическое. Или это уравнение, основное там и младшие члены. Вот такие решения, вот так выбираются. Ну, это суперпараболик. Супер – это надрешение, а есть суббы, они в них. И решения как бы сжимаются сверху. Суперрешением и суперрешением. И можно построить так называемый монотонный метод. Тут есть очень мощные вещи, монотонный метод, которым занимался Леонс. Вот эти решения... В последовательности идёшь навстречу и смыкаются на решение. И скорости тут получается. Это целая идеология. Антибарьер – это что? Это положительное решение. Положительное суперрешение, зависящее только от радиуса. То есть, гетапроизводная нулевая, потому что она Т не требует. И ещё самое главное требование. У от Р стремится к плюс бесконечности. У от РТ всё-таки? Нет. А, ну, нет, У от Р. Ну, там же это уравнение. Ну, от Т не зависит. От Т не зависит. Она будет удовлетворять всё равно. То есть, это или уравняется нулю? Ну, получается, что к нулю. Ну, всё равно у вас уравняется. У меньше нуля. Вот такое решение называется антибарьер. Решение. Тоже суперрешение, которое стремится к нулю. Оно с барьером. И вот комбинация… Но из этого, по сравнению этого решения, я ещё понимал, если бы оно стремилось при Т стремящем к нулю. А из этого не докажешь, что стремится к нулю. А вот я научился. А как? Это моя, наверное, Угал. Я с помощью антибарьеров научился получать асимптотики. Ну, при временном стремящем к бесконечности? Да. А-а-а. Да. Вот это и дело. Это интересно. Ну, вот это супербарьер… Это… Это… Антибарьеры играет роль… Ну, пусть играет. Я согласую, что играет. Но ещё что-то должно быть, что-то сжимает при стремлении к бесконечности. Да. Есть, есть. Ну, хорошо. Ляпунов… Понимаете, Ляпунов тоже достаточно сложен сам по себе. Попробуйте. Попробуйте построить функцию ляпунов. Ну, понятно. Это путь соли схемы. Развлечения. Конечно. А когда вы себе немножко облегчаете эти задачи, но держите в голове вот эти сходящиеся сверху, снизу последовательности суп и супер решения, они же… Ну, эти решения… То есть, последовательности, вот, скорее всего, значит, они… Не, ну, вот Вольперт Худяев, это верхние и нижние решения они называют. Они называют верхние… Вот и тогда поехали. Тогда уже поехали. Зажал там и ушёл… Этим решением оно зажимает вот ваши решения. Всё. Да, да. Ну, я немножко подумал, мне не так, как Вольперт Худяев. Я их работу знаю. Я даже с кем-то из них переписываю всё. Мне его сын прислал громадную монографию, и она мне с трудом влезла в мой компьютер. Да, да. Сожрала всю память, потому что… Давай. Ну, всё.